видно отлично давайте за буквально пару минут подождем и народ сейчас как раз подсобираться я сейчас уберу пока комментарий ребят давайте значит сначала познакомимся расскажу потом расскажу о чем будет речь это наталья смирнова девушка всегда представляю первое это профессиональный инвестор там суммарно под управлением там под полмиллиарда долларов между большим классом активов и акции и недвижимости многое-многое другое и у нас прошлый эфир был большое количество было вопросов некоторые вопросы как бы я даже ну не буду отвечать потому что не то что не адекватно эти вопросы типа были уже раньше ну например такой вопрос чем трейдеры полезли для людей для государства но в интернете можно посмотреть любой человек который зарабатывает деньги платит налоги а потом эти деньги да мечу ли не точно есть сын спрашивает или по хочешь что-то поесть как бы самые близкие друзья на самом деле а да наталья занимается долгосрочными в основе инвестициями нет краткосрочными поэтому когда я посаду и вопросы потом вы сможете задать свои вопросы и я уверен наталья в ответе вот вопрос первый такой вопрос наезд lqd в качестве тихой гавани на мой взгляд очень странный выбор конечно облигации это нечто стабильность небольшой волатильности что можно использовать вместо кеша чтобы обменивать их на подешевшие акции моменты кризиса на мой взгляд lqd я такой на что ты рекомендовала довольно рискованный инструмент и работает какие акции только на долгосроке объясните пожалуйста ваш выбор но смотрите ведь александр только что сказал что я инвестор долгосрочный и поэтому у меня в принципе если мы говорим про где хранить капитал чтобы во что-то переходить это у меня не там абсолютная ликвидность это у меня просто консервативные инструменты lqd это долгосрочные на облигации развитых стран преимущественно это корпораты американские но они длинные они не короткие то есть если речь идет про то чтобы пересидеть где-нибудь что будут ближайшие там недельку 2-3-4 и что-нибудь купить тогда это ну если человек налоговый резидент россии тогда сидите в кэше никуда не инвестируйте потому что если человек налоговый президент россии то там можно нарваться на очень большие проблемы если уж мы углубляемся в эту историю пример март месяц март месяц человек заходит в какую-то там тотально тихую гавань какие-нибудь и тиф денежного рынка какой-нибудь ашеровский который инвестирует в одно трехмесячные трожеря и он действительно стоит как в копан и он никуда не падает 18 марта 2020 года и радостный инвестор продает этот и тефт и говорит вау круто я сейчас как раз закуплюсь подешевевшими акциями напомню этот инвестор российский налоговый резидент но вся проблема в том что он в этот фонд скорее всего заходил при курсе доллара на уровне ну допустим где-нибудь 70 а 18 марта курс был 82 и если мы налоговый резидент россии то у нас даже если у нас все стоит как в копанное то у нас может возникнуть налог на курсовую разницу он возникнет конечно и человек получит убыток поэтому вот если мы говорим про налоговый резидента россии кэш вообще тогда приходится хранить только в кэше если вы ждете момент конкретного входа если мы говорим в чем я имею свой капитал в плане долгосрочных инвестиций и как ну дополнение к акциям то это все равно для меня lqd потому что но банально это хороший бандовый фонд но мне не используется как аналог кэша но мне используется просто как консервативные достаточно облигаций на этот фонд дает неплохую но для естественно фонда облигационного дивидендную доходность и я его не использую как вот пересидеть там недельку две три для того чтобы если вопрос не слышал сколько у кида дает в зависимости от года то есть какие-то годы ну там три-четыре годовых долларах ну может пять там хорошее время но опять же зависит от того когда войти если в него в него войти в момент просадки и потом условно там нормально выйти 10 годовых мы же понимаем да но в среднем это ну три-четыре но то есть по сути своей это нормальная доходность долларовых корпоратов инвестиционного рейтинга но там тоже можно заработать и 15 если войти например те же самые длинные корпоративные облигации инвестиционного рейтинга там не знаю 18 марта в ту же самую какую-нибудь там допустим фарда или там дельту какую-нибудь которые как раз убивались больше всего и они тоже отскочили безусловно или в какие-нибудь там облигационные истории нефтянки тоже в эту же дату они тоже потом показали бы сумасшедшую доходность но это не значит так всегда будет конечно вот опять вопросы конечно ну такое ощущение что люди либо не слышат что им говорят либо не слушают вернее либо не слышат то что хотят наталья вы советовали покупать акции кока-колу макдональдса и tnt прочих известных компаний но с марта месяца и tnt кока-кол находится в полейшем боковике зачем такие инвестиции с нулевой доходностью за полгода я отвечу и наталья там скажет свое не хочу наталью перебивать это просто не уважение к наталии то в том что наталья рассказывала я кстати подтвердил ее слова это вопрос того что наталья любит консервативные инструменты с высокой дивидендной доходностью что кока-колу что эти анти дает высокую доходность эти анти отстоял на одном месте что очень хорошо не упал очень сильно и дает доходность пределах семи процентов и кока-колу в районе четырех поэтому если вы просто слушали бы наталью потому что я ее очень внимательно слушал вы бы имели ответ наташка давай тебе слово но я мне нечего добавить просто действительно я эти бумаги называла как частью портфеля ну скажем так консервативные стабильные акции то есть я не говорила что я их беру в надежде на какой-то мега отскок я говорила что мне нравятся они как довольно стабильная история стабильных дивидендов и сейчас когда в облигациях все сложнее и сложнее находить какую-то регулярную доходность ну там дай бог три процента по нормальным компаниям то мне представляется интересным войти в какую-то дивидендную тему которая будет не слишком волатильна но будет давать стабильные дивиденды на уровне там четыре пять и выше годовых долларах мне это интереснее чем вклад это умеренная часть моего портфеля и это не та часть портфеля где я ставлю на какой-то бешеный прирост поэтому я и не планировала там иметь какую-то бешеную сверхдоходность там купил по 10 продал по 100 но это не та история правда если хочется такое заходите войти в биотех финтех и так далее просто тут от этих компаний сложно требовать такую сумасшедшую доходность в плане роста цены что думаете насчет акции renewable energy по фундаменталу выглядеть как одна из самых более перспективных бумаг в сфере альтернативной энергетики и еще датируется государство ну альтернативная энергетика мне нравится в принципе но это та часть портфеля которая нацелена не на срубить бабло по-быстрому сори за такой жаргон а это больше история ну таких хотя бы среднестрочных инвестиций то есть мне нравится тема возобновляемых источников энергии в принципе как таковая но это тема на годы поэтому если вы готовы сидеть и ждать там год плюс хотя бы тогда мой ответ будет да если вы от нее ожидаете там по быстрому выскочить на недельку тогда нет чтобы потом тоже не было расхождения чего сказали что да я вот уже жду целый день и почему-то конкретно по этой акции потому что вопрос был конкретно ты просто если ты не знаешь ее я ее не знаю я скажу сразу я не знаю а знаешь ли ты именно по конкретной акции по renewable energy я думала что речь идет именно про класс активов это именно конкретно насчет этой акции почему именно по этой потому что эта акция датируется государством был вопрос именно по renewable energy я не знаю эту акцию я не знаю эту ситуацию я молчу если речь идет про конкретную компанию с этим назовем то что это я думаю что речь идет именно про renewable energy и именно эта акция как человек написал николай першин что она хорошо выглядит фундаментально и выглядит и датируется государством то есть ты конкретно об этой акции ничего не знаешь смотрите здесь я бы сказала так ничего нового заходим собственно в отчетность компании желательно года за три и смотрим насколько она стабильно это первое второе мы смотрим на то что значит значит датируется государством это значит что это дотация просто связи с к видом временная и она только за этот год или это датируется потому что это какие-то государства альтернативные альтернативные если это спонсируется я бы сказала что тогда однозначное да просто тогда нужно еще посмотреть насколько у этой компании есть те или иные ближайшие конкуренты как направление инвестиции мне нравится правда скажу но в части госсубсидирования тогда надо смотреть как давно государство субсидирует именно эту компанию и насколько эта компания зависит от госсубсидий может ли она существовать автономно в случае если в случае смены государственного ориентира в ноябре 2020 года окажется так что субсидии изменятся и не в лучшую сторону для этой компании поэтому здесь нужно смотреть еще и зависимость от вот этого госсубсидирования господдержки это не всегда однозначное да вот вопрос где следите за новостями ну то есть по простому где ты смотришь новости я смотрю в блумберге я смотрю на рбк блумберг ты имеешь ввиду страница блумберг страница страница да не терминал нет то есть ну просто банально у меня в телефоне всплывающие уведомления какие-то там флэш и что там здесь произошло это здесь это здесь это у меня это настроено в ведомостях на рбк и блумберге этого я смотрю маркет вот что я очень люблю что вы думаете насчет компании байджем опять же вопрос на долгосрок чтобы меня просто правильно понимали давай давай говори от своего лица потому что ты же сегодня гость и весь разговор идет от твоего лица не надо думать что ты например ты не не индивидуальный трейдер и не торгуешь эту акцию вверх-вниз поэтому давай говорить так что ты говори от своего лица как как человек который удерживает позиции дома то есть например давай скажем так на год на два нравится ли тебе байджем если да то почему мне нравится компания просто потому что биотех так или иначе особенно после корона я думаю что может получать во первых и господдержку так или иначе это первое и второе в принципе интерес инвесторов к этой к этому направлению может быть достаточно любопытен но мне кажется она сейчас немного высоковато мое мнение я подождала момент входа то есть может быть еще чуть-чуть процента там 35 по возможности может быть она еще скакнет вниз в принципе биотех мне как класс активов нравится нравится просто потому что корона показала что естественно инвестиции в этом направлении они явно будут продолжаться и дальше понятно так что мне нравится но я бы еще подождала с момента входа возможно будет еще как все таки ответим на этот вопрос уже вот часто очень задают но у нас надеется публика новая чем все таки трейдеры полезны для людей для государства для государства я буду цинична трейдеры но если они успешные трейдеры то они генерируют прибыль с которой брокер как налоговый агент платит налоги поэтому это как минимум налоговый источник налогов для государства это как минимум это первое второе трейдеры особенно если они публичные то они так или иначе привлекают новых инвесторов не только трейдеров но и трейдеров тоже на финансовой рынке а новые инвесторы инвесторы и новые трейдеры это первое потенциальные длинные если мы говорим об инвесторах деньги на рынке и для компаний и это потенциально еще дополнительная прибыль если мы говорим про новых трейдеров и это тоже плюс для государства плюс если мы говорим про трейдеров если они публичные если они еще ведут какую-то просветительскую деятельность то они так или иначе способствуют ну как бы высокопарно это не звучало повышение финансовой грамотности населения что не надо думать о том что государство вам обеспечит вашу пенсию что государство вам должно по умолчанию поэтому трейдеры своим существованием ну провоцируют так или иначе людей думать о своем будущем заботиться откладывать и так далее даже если эти люди не станут трейдерами даже инвесторами станут хотя бы начнут откладывать на банальный на банковские счеты через какое-то время наверное все таки на рынке придут поэтому я считаю что трейдеры они какие-то паразиты там не знаю ну я не понимаю экономически мне любое создание которое генерирует прибыль с которой точно платятся налоги потому что здесь это невозможно не платить это однозначный плюс уже просто своим своим банальным существованием а если это публичный трейдер это еще и финграмотность это еще и привлечение новых людей на рынке вот вопрос как может вырасти на долгосрок амазон или кока-кола при 40 миллионах безработных ну а если мы говорим про безработицу то во первых она все равно так или иначе несколько снижается по сравнению с тем что было в пике это первое и второе она не критичная не такая которая происходит ну например в африканских странах если мы об этом говорим и дополнительный момент что амазон что кока-кола это компании плюс-минус не циклических отраслей то есть люди если мы говорим про их обычное потребление то там газировка и обычная минералка это то что они используют повседневной жизни amazon это не там не знаю лакшери какие-то истории это обычные обычные товары и люди покупают на амазоне опять же предметы повседневной жизни и поэтому я не очень понимаю причем здесь безработица потому что от этих товаров и услуг люди в принципе не отказываются это первое второе но давайте все-таки не сравнивать америку и россию потому что в америке есть пособие по безработице на него ну как-то последнее пособие по безработице было не просто как-то а люди некоторые не хотели выходить на работу вот меня даже вот недавно водитель когда я в турцию ехал меня вез водитель один он говорит я не хотел на работу выходить он был там физико терапи но массажист и он работал в офисе и официально все над положено он говорит что я стал получать пособие по безработице говорит оно было таким хорошим я не хотел обратно выходить на работу вот о чем речь поэтому безработица это не равно нет денег это просто люди которые живут на пособии и они деньги продолжают тратить поэтому я не вижу корреляции как раз а я тебе хочу сказать корреляцию корреляция ситуации по поводу ну очень хорошая потому что когда беднеет народ народ переходит на простые товары кока-кола это простой товар я вспоминаю себя когда я приехал в америку и когда у меня денег не было банка кока-колы двухлитровая вот такая вот огромная стоила 99 центов я мог просто зайти купить себе булочки на доллар пятьдесят реально простые булочки там без без ничего без наполнителя и все остальное и эту банку кока-колы реально можно было 3-4 дня жить и люди должны понимать что когда народ будет беднеть народ будет переходить именно вот на такие товары простого спроса и потребления которые ничего не стоят кока-кола там продолжается равно стоит там в районе там доллар сорок девять доллар пятьдесят два доллара за банку это одна один из тех продуктов которые будем так не сильно поднялся в цене если молоко в америке 90 третьем году стоило 99 центов а сегодня молоко стоит например 499 да это очень серьезная разница особенно когда ты потребляешь но америке очень сильно повезло потому что средняя заработная плата вернее минимальная заработная плата америка увеличилась 30 лет то что в америке почти в три раза товары вот такие как кока-кола там булочки они не поднялись поэтому в данной ситуации например безработица для людей сколько колы это очень хорошо просто люди будут покупать дешевые товары amazon правильно наталья сказала это просто будем говорить так доставка неких товаров для того чтобы не выходить магазин не подвергать себя ненужному риску можно спокойно сделать там купил там и шампунь и все это просто комфортно так эта компания которая по простому занимается комфортным условиям поэтому я мазон и кока-кола все равно могут выиграть потому что люди будут пытаться экономить вот следующий вопрос хороший вопрос стоит ли инвестировать в intel в ходе последних событий buy back 5 процентный обещали с рынка собрать 20 миллиардов долларов что скажет но intel они перенесли свой там последний вайдерский продукт и из-за этого intel довольно сильно опалился да и плюс у него последние несколько лет там года полтора идет довольно сильное соперничество с им не только саймди доля у нас тоже да ну то есть доля intel а постепенно падает но мне нравится в дивиденд у них в принципе неплохие, с моей точки зрения, и все-таки они пока еще лидеры рынка. Поэтому здесь я бы сказала так, если готовы, ну там, условно, года полтора, год-полтора, ну, может, два сидеть и ждать, что они все-таки запустят то, что хотели, то, что перенесли и так далее, и довольствоваться дивидендной доходностью, то и имеет право на жизнь, вполне себе. Я думаю, имеет право на жизнь. Нет, вот так. Я тоже, я очень люблю Intel, и скажу честно, что у меня вот все компьютеры только с Intel-овскими чипами. Я не знаю, я не полюбил Advanced Micro Devices чипы AMD, и многие говорят, что они иногда конфликтуют, они конфликтуют с другими запчастями, а Intel, по сути дела, очень хороший, я Intel очень люблю. Вот вопрос, я знаю на него ответ, но ответишь ты, и там будет предельно просто цифра. Какую минимальную сумму и куда вложить, как вы думаете, для получения ежемесячного дохода в 60 тысяч рублей. А интересно, там не говорится с каким риском хотя бы? Нет, после 60 тысяч рублей стоял знак вопроса. Ну, после 60 меня тоже в знаке вопроса. Ну, давай скажем так, что человек пришел к Наташине. Ок. Ну, допустим, вот 60 тысяч рублей в месяц, автоматически в год это 720 тысяч рублей. Если человек, ну, там, умеренный, какой-нибудь умеренный консерватор в рублях, ну, это около 10 годовых, ну, там сильно, если про умеренного консерватора, значит, математика. Вам нужно минимум 7 миллионов 200 тысяч, и это инвестиции в облигации, микс высоконадежных и высокодоходных, но не совсем трешняк, а там условно ПИК, ЛСР, потом кого бы еще, Легион, все инструменты, ну, вот такого рода, там можно что-то наскрести. Это, ну, вот вариант такой. Если готовы на риск, ну, тогда идем еще в дивидендные истории на российском рынке, и можно пытаться сделать доходность повыше, там, 12, может быть, даже ожидаемые, там, 13-15, и тогда может хватить и, там, 6 миллионов плюс-минус. Но это не гарантированно, потому что, естественно, дивиденды, вспоминаем-то, от нефти, то могут быть, могут не быть, могут быть, но сильно ниже, а могут быть и сильно выше. То есть тут все, опять же, зависит. Поэтому, и если мы говорим про ежемесячно, дивиденды платятся, ну, обычно два раза в год, ну, где-то раз в квартал, а облигации платят купоны, как правило, два раза в год. Поэтому, ну, там не получится совсем ежемесячно. Что, наверное, я думаю, человек делал на annual basis по итогам года. Ну, тогда это микс, облигации... Короче, по-простому, по-простому, нужно рассчитывать на 10%, в районе 10% годовых, и от этого должна исходить эта сумма. Плясать, да. Какие ETF ты бы посоветовала купить в первую очередь сегодня? В первую очередь сегодня, я, честно говоря, просто смотрю, что творится на Америке. У меня самое основное, что я вижу, это тройное QN, то есть это ETF на NASDAQ, на технологические компании, потому что идет коррекция на фоне рисков второй волны в принципе в мире. И, естественно, что технологические компании будут падать, обычно они падают сильнее рынка, но при определенных условиях могут и ниже, как, например, в короне, но тем не менее. Но не оскакивать, они могут тоже, естественно, выше. Можно посмотреть, если вы готовы к риску ETF на биотех. Надо смотреть, я люблю смотреть ETF на ETFDB.com. Но самое основное, наверное, тройное QN, я бы не стала лезть в какие-то совсем супер дебри, честно скажу, вот правда. Если мы говорим про налогового резидента России, который либо квал, квал-инвестор, либо имеет счет за рубежом и имеет возможность покупать именно этот ETF. Если это не квал, и он не имеет счета за рубежом, тогда, ну, более-менее какой-то аналог тройного QN, это FXIT на IT-сектор США. Вот мое мнение. Но, опять же, я против того, чтобы вопрос звучал, какой ETF сейчас купить, потому что это опять будет вложение на все деньги в один сектор, что я не очень одобряю. Поэтому я всегда говорю, ну, больше, чем 15% в один сектор, мне не очень нравится идея инвестировать. Поэтому всегда, ну, несколько ETF-ов на разные секторы, на разные страны, сори за занудство, ну, я так понимаю. Стоит ли вкладывать деньги в Apple после того, как большую часть этой компании купил Buffett? Ну, это, конечно, вообще бред. Большую часть Buffett не купил. Да, но это не знаю, это кто-то курнул, наверное, там хорошенько. Да, Buffett купил там определенный пакет, но большую часть акций он не покупал. Да, у Buffett одна из самых больших позиций, это Wells Fargo, да, 25%, там это и Bank of America раньше, это две самых больших позиции. Но я не могу... Кстати, я сегодня, смотри, покажу народу, я сегодня рекомендовал систему к покупке. Смотри. 21, она сегодня почти до 23 рублей сходила, 10%. Вот прямо у меня сегодня, да, у меня есть такой телеграм-канал, знаешь, да, вот я сегодня там систему рекомендовал, и система сегодня сходила почти 10%. Вот. Не, ну, по поводу Buffett, большую часть Apple, а Apple в курсе, что теперь у него основной акционер Buffett. Сейчас всех выгонят и только Buffett будут на работу ходить. Хорошо, давай просто ответим на вопрос, нравится ли тебе Apple, держала бы ли ты его в портфеле? У меня сейчас Apple в портфеле нету, я из него вышла. Вышла до коррекции на рынке, не потому, что я ждала коррекцию на рынке, но просто у меня было полное впечатление, что рынки слишком дороги, и я перестала понимать, почему все стоит столько. Я просто вышла. Я хочу обратно заходить в Apple, мне нравится, и пока я считаю, что потенциал роста у них не исчерпан. Компания прекрасно выдержала ковид, у них хорошие диверсифицированные источники дохода, это и там Apple TV, Apple Movies и прочее разное, это не только телефоны, это не только компьютеры далеко уже, и поэтому мне нравится Apple на долгосрок. Но сейчас я входить не хочу, я хочу посмотреть, когда закончится коррекция. И возможно буду входить может двумя траншами. Вот когда коррекция закончится, то есть какую-нибудь боковику вижу, и посмотрю выборы в США, что дальше там будет. Поэтому я жду, я сейчас такой жду. Согласен, на 100% мне тоже Apple очень понравится. Давайте еще какие у вас вопросы есть. А есть ли что-то на сегодняшний день, то, что тебе больше всего прямо нравится? Нравится. Я больше сторонник, скорее, я люблю дивидендные истории. Мне нравится, ну, ты знаешь об этом AT&T, мне нравится Джонсон и Джонсон. Короче, у тебя такого прям сегодня любви у тебя никакой, ни к чему нету, да? Ты смотришь просто рынок, и смотришь молодежность, и смотришь выборы. Выборы, безусловно, смотрю. То есть я стараюсь не следовать на поводу эмоций. Или, круто, вот эти прям молодцы, офигенно. То есть нет, у меня такого нет. У меня есть, как это, у меня есть моя стратегия, и я исследую. Основная тема это регулярный доход, ну, и определенная часть народа на долгосрок. Поэтому у меня нет такого, что я просыпаюсь утром и думаю, надо вот, хочу прям, Сбер надо брать, он мне что-то очень нравится. Ну, вот нет, такого не бывает. Так, вот нам написали классный эфир, вы очень крутые, люблю вас. Вы, пожалуйста, там обозначите, кто кого любит, потому что у нас с Натальей постоянно мы не знаем, кто кого любит, а мы все остальное. Наталье задавали этот вопрос в прошлый раз по поводу круизных компаний. Я считаю, что круизные компании будут в глубокой жопе в ближайшие три года и ничего хорошего в них не будет. Вы знаете, это опасная история делать ставку в компании на уровне высоты. Это убирающий сектор вообще. Потому что, ну, тема сложная и непонятно, когда восстановится, непонятно, как когда восстановится не на уровне, что хоть кто-то поедет, а что это вновь будет прибыльно. Если хотите попробовать сделать ставку, ну, наверное, стрельнет, ну, можете попробовать, но это на уровне казино уже, а не на уровне разума. Вот вопрос. Брать, я тут не отвечу, потому что я не знаю, Совкомфлот или будешь участвовать ли в IPO Совкомфлот? Я не знаю, что это такое. Совкомфлот, ну, это такая прогосударственная контора у нас в России. Облигации мне сейчас не нравятся, я скажу честно, потому что облигации у нас со следующего года со всего купона налог 13%. И поэтому мне не нравится эта история. Если хочется какой-то доходности, то тогда ты неизбежно попадаешь в какой-то трэш, не всегда ликвидный. А если ты хочешь что-то надежное, то доходность будет на уровне депозита. Поэтому в этом смысле мне больше всего нравится искать варианты с дивидендными бумагами на потенциал от роста, нежели сейчас входить в какой-то трэш облигационный, который я еще не знаю, как он себя будет чувствовать. Так что на IPO-шках я не буду участвовать. Мне проще дождаться, когда бумаги начнут торговаться, посмотреть, как все повернется и посмотреть на их ликвидность, посмотреть на то, как их скупил рынок, не скупил. Зайти я успею. Сейчас нет то время, пока облигации могут за день, за два скакнуть процентов на пять и так далее. Так что нет. Следующий вопрос. Есть, на ваш взгляд, перспективнее в плане дохода силу или сургут нефтегаз? Сургут это известно достаточно вкусная по дивидендам компания, но она одна из самых закрытых на нашем рынке. Тут довольно тяжело что-то предположить. Поэтому сургут нефтегаз хорошо иметь как дивидендного такого аристократа на российском рынке, но потенциал роста там иногда оценить очень сложно, потому что он может скакнуть сильно вверх, и никто при этом не будет знать почему. То есть это какая-то инсайдерская история. Лукойл с точки зрения прозрачности, с точки зрения прогнозируемости мне нравится больше, но дивиденды там ниже. Поэтому если хотите больше корреляции с логикой с рынком, тогда Лукойл. Если мы хотим больше дивидендных историй, тогда это больше сургут нефтегаз. Тут сами смотрите. Вот вопрос, я не могу вообще на него ответить, я просто прочитаю. Наташа, ваше мнение о суборде в евро, РСХБ С 0 1 Е 1 РСХБ Росельхоз в смысле. Это для тебя Росельхоз, а для меня это приблизительно как матом заругаться. Роскалхоз. Я понял, это короче Евробанды Росельхозбанка. Окей, понял. Да, вечные и субординированные. Значит, по поводу субордов, я думаю, что история а-ля открытия 2017 год, то есть, когда они были списаны, когда открытие ушло на санацию, не повторится. У Росельхоза не та ситуация, и поэтому я полагаю, что таких рисков здесь нет. В плане потенциала роста. Смотрите, здесь есть тонкости, потому что, если против России будут те или иные санкции вводиться, длинные наши банды так или иначе могут колебаться в цене. Поэтому с точки зрения вечных каких-то бандов наших банков, я их не очень люблю, если вы не готовы их держать вечно, субординированность меня не смущает. Поэтому, если, скажем так, хочется поспокойнее, суборды не смущают, но берите тогда срочные облигации, а не вечные. По поводу вечных, смотрите, если по ним опцион кол на уровне хотя бы 100% в ближайшие лет 5, чтобы у вас была хотя бы возможность оттуда выйти, ну, с более-менее какой-то вменяемой стратегией. Вот единственное, что могу добавить. Ну, и плюс ко всему, естественно, по поводу евро, опять же, мне кажется, что вечные облигации я бы тоже сейчас еще не брала, потому что если мы говорим про перспективы повышения ставок, они упадут довольно сильно в цене. И здесь тоже могут быть дополнительные риски. Поэтому, мне кажется, если уж хотите евро куда-то пристроить, опять же, в евро надейте вы дивидендные бумаги. Ну да, на немецкий рынок фразовская биржа море бумаги европейских башенлов, которые платят очень неплохие дивиденды. Да, реально. Поэтому, мне кажется, лучше не париться с этой вот, простите за слово, хренью, перпечивала еще и субординированно, еще и российского банка, еще и датируемого государства много, просто сельхоз такой. Возьмите нормальные бумаги нормальных компаний в валюте евро с нормальными дивидендами и парьтесь. Стоит ли до выборов США остерегаться акций или консервативам все равно можно держать, ведь многие готовятся к проблемам споров по поводу выборов? Ну, смотрите, если мы говорим про акции компаний таких мастодонтов рынка, то есть нормальных стамбильных эмитентов, то они пережили уже не первые выборы, и если побеждает Байден или побеждает Трамп, честно говоря, никто из них не умрет. Ну, будет какое-то колебание, но если что, ну, докупите, какие проблемы. Поэтому, если вы покупаете в долгу, я не думаю, что после выборов нас ждет обвал а-ля там 18 марта 2020 года. Поэтому бояться входить сейчас я большого смысла не вижу. Но, с другой стороны, если вы всего так сильно боитесь, ну, подождите вы там условно полсентября, октябрь, ноябрь два с половиной месяца. За это время вряд ли кардинальным образом все поменяется, ну, и вы со более спокойной душой будете входить в акции. Поэтому тут прислушайтесь себе. Ничего страшного с компаниями после выборов не случится, но если хотите, вот как бы, как бы что не вышло, ну, подождите два с половиной месяца сильно, вы, я думаю, на росте ничего не потеряете, но войдете позже. Что ты думаешь о Яндексе и вот о последнем приобретении? Ну, Яндекс, я думаю, что, в принципе, потенциал роста еще иметь будет, но по Яндексу сейчас ситуация достаточно интересная. Яндекс вырос, хотя обычно при слиянии и поглощении как раз компания, которую покупают, она растет больше, чем та, которая я покупаю. Но сегодня Яндекс тоже вырос. Я думаю, что можно в Яндекс входить и трейдерам, и инвесторам, но если мы говорим про вход в Яндекс, я бы сейчас, наверное, делала так. Можно попробовать войти и прокатиться на достаточно мощном росте, я думаю, что он еще какое-то время продлится, когда вы увидите, что рост более-менее затормозился, выйти, а потом, когда будет коррекция, потому что сейчас во многом инвесторы покупают будущее ожидания от этого слияния, потом уже искать новую точку входа в Яндекс, потому что сейчас это немного иррациональный оптимизм, все-таки мы до конца не знаем, к чему этот тандем нас приведет. Он может привести как к такому второму сберену, так условно, так и к тому, что не факт, что это будет что-то сверхъестественное, поэтому можно прокатить сейчас пока на росте, потом зафиксироваться и потом искать точку входа уже в долг. Вот есть вопрос, я тоже могу на него отвечать. Как считаете, Газпром, Лукоил, Саратовский, НПЗ, прием восстановится для летних значений? Я скажу честно, я вообще считаю, что российский рынок будет под очень сильным давлением по нескольким причинам. Первое, это политическая составляющая, сейчас обратно начнут прессовать, я думаю, из-за Навального будут останавливать опять северный поток, то эта ситуация очень тяжелая будет, а его сейчас пока приостановили. Я считаю, что нефть будет все равно находиться под давлением, то есть сейчас мы не смогли будем преодолеть сильное значение по нефти, я думал, что если мы все-таки технически вылезем, то мы можем пойти вверх. Я считаю, что российский рынок все равно будет находиться под давлением, пока шансов у нас на выживание нету. Я, кстати, сегодня ставил на... Вот у меня такая, смотри, еще одна штучка есть. Сегодня люди задавали вопросы. Вот у меня было на рост доллара, вот как раз рубль, вот у нас и падение золота и серебра. Сегодня золото и серебро очень сильно упало. Я как раз в своем проканале написал, что нужно шортить и золото, и серебро. И, кстати, аэрофлот, у меня тоже был вопрос по аэрофлоту. У меня в шорте сегодня, вот смотри, у меня был аэрофлот в шорте, у меня был Газпром нефть в шорте, и Газпром нефть сегодня очень сильно упала. Вот это то, что сегодня было. Распадская у меня была на лонге, Распадская поднялась и система поднялась. Твое личное мнение, Газпром, Лукоила, Саратовский НПЗ восстановится до летних значений. Да или нет? Я думаю, что не в ближайшее время. Газпром мне вообще не нравится, правда скажу, потому что здесь я соглашусь риски северного потока. Это такая тяжелая бумага, честно, я бы ее, ну, у меня в портфеле ее нет. Я вот от нее открещиваюсь. Лукоил, ну, тут такой серьезной нагрузки в принципе нет, но нефть будет восстанавливаться довольно долго, корона так просто не уходит, поэтому здесь рисков поменьше. Но Газпром, я боюсь, что это год плюс может идти. Я думаю, что и больше. Вот вообще и больше. Да. Такой вопрос, все задают вопросы про ТАК нефть. ТАК нефть в этом году себя чувствует хуже остальных. Они дивиденды почти не платили, по обыкновенному не платили, по префам платили, но можно сказать, что не платили, они ничтожно малы были. На этом фоне просели больше, чем те, кто хоть что-то заплатил. Но это крупная, региональная, назовем это так, нефтяная компания, поэтому здесь прямая корреляция с нефтью. То есть условно нефть восстановится, ну, значит, и они восстановятся. Я думаю, что нефть восстановится, вопрос в сроках. Это может быть год плюс, понимаете? То есть если вы готовы год плюс, там полтора сидеть на здоровье, так нефть вполне нормально. И здесь, опять же, нет дополнительных рисков под названием Газпром, северный поток, где я вообще не берусь что-то предсказывать, там это темный лес. Да, ребят, очень много вопросов, я понял, что мы с Натальей будем еще созванивать. Наталья, с кем из брокеров на российском рынке вы работаете? Хочется понимать, кого выбирает из брокеров успешный инвестор. Вы знаете, у меня брокер это на российском рынке это Финам и Фридам. Но это не значит, что надо играть именно сюда. Я в 5 лет управлял Деском, Финаме, очень хорошая компания, ничего не могу сказать плохого, ничего плохого. Ну вот, Финам мне понравились просто потому, что у них единый счет, мне удобно через них работать. А Фридам мне нравится именно с их IPO-идеями. Тем более, вот на прошлой неделе там были такие IPO-фридам, и он пиздец, просто там по 100% за день. Ну. Наталья, скажи, скажите, пожалуйста, это вообще шикарный вопрос, только женщина может такой вопрос задать. Кстати, женщина задала. Наталья, скажите, в каком году ждать следующего глобального экономического кризиса? Давай, Ксю Боронина, я вас сразу разочарую, что мы уже находимся в глобальном экономическом кризисе, и я думаю, что этот еще не закончился, и долго не закончится, поэтому ждать уже ничего не надо, надо готовиться. Натося, твое мнение. Не, ну, понимаете, давайте сначала отсюда выберемся, правда, правда, потому что, ну, честно, когда будет следующий, надо понять, когда мы отсюда выберемся, а нам еще где-то год минимум отсюда выкарабкиваться, еще непонятно, мы быстро выкарабкиваемся или нет, поэтому давайте не будем опережать события, и давайте мы не будем пытаться угадать точную дату, причину, место, трагедии, и прочее разное. в среднем, в среднем кризис случается раз там 8-10 лет, но сейчас в последнее время эти циклы начали быть несколько короче, но вот с какого момента отсчитывать, вот отсчитывайте, Ксю Баронина, сказал, что еще не глобальные кризисы, это очень глобальный кризис, на самом деле то, что происходит сейчас, это самый глобальный кризис, потому что он затронул все шаги экономики, и когда золото и серебро себя очень невменяемо ведут, да, а это не американские инструменты, будем говорить, такие инструменты мирового уровня, когда на весь кризис реагируют вообще акции всего мира, Европа полностью вся и Азия, то кризис глобальный, да, я не думаю, что как бы вы владеете ситуацией, я может тоже и не владею, и Наташа не владеет, да, мы недостаточно мусульные, но это конечно сарказм, но я скажу честно, что я считаю, мы как раз находимся именно в глобальном кризисе, потому что никто вообще не знает по сегодняшний день какой будет выход, во-первых, смотрите, если вы возьмете сектора, то практически все идентичные сектора во всем мире пострадали, это путешествия, это лакшери, это гостиницы, это самолеты, это автотранспорт, это продажа машин и все остальное, то есть есть основные и еда, кстати, тоже, еда, есть основные виды, из которых состоит ВВП, да, тут не надо суперумным быть, просто зайдите на любую страничку любой страны, там возьмите Новую Зеландию, возьмите Ирландию, возьмите Англию, Францию, и посмотрите, из чего состоит ВВП этой страны, и вы увидите, что просадка практически везде, ВВП страны не состоит из таких бизнесов, которые есть, у Амазона или онлайн бизнес, есть там тяжелое машиностроение, там, катон, одежда, просадка везде, в прямом смысле слова, вот если вы возьмете ВВП любой страны, ради интереса, да, вот откройте Францию, да, и посмотрите, из чего складывается ВВП страны, я вам практически гарантирую, что просадка просто будет по каждому пункту, и в любой стране, это и есть так называемый глобальный кризис, но может быть человек просто оптимист, и думает, что кризис обычно случается как великая депрессия на 25 лет, планируете ли вы приезд в Москву семинаром, да, семинар с 12 по 20 число, ну, давайте, просто я не могу Наталью столько мучить, мне интересно тоже задавать вопросы, но тоже ей жить надо и спать немножко, давай сейчас еще какой-то вопрос, Ксюба Борина нам поставила смайлик, я не знаю, согласна она с нами или нет, ладно, полный вопрос, просто нам там комплимент сделали, мы не можем отказать этому человеку, полюс золота упадет, или я зря думаю, что он переоценен? Ну, полюс там же корреляция с золотом идет, в общем-то, прямая, поэтому здесь вопрос, когда-нибудь он точно упадет, потому что, когда начнется разворот рынка, золото будет падать и, соответственно, рынки будут расти в части классических бумаг, поэтому да, но если мы говорим про может ли он подрасти, ну, конечно, может, если выйдет любая негативная новость типа торговой войны США-Китай, типа вторая волна короны, типа новые локдауны и так далее, и так далее, поэтому до конца этого года я не думаю, что он сильно провалится, честно скажу, ну, прям капитально, а вот следующий год уже все зависит от того, как быстро будем выходить, вот примерно так, мне кажется. Спасибо большое. Наташка, тебе огромное спасибо, да, заходите на наш канал, на gerchik.com, gerchik.com, заходите, пожалуйста, на наш инстаграм, мы будем стараться делать интересные эфиры, я просто не могу использовать Наташу, да, хотя, в принципе, как все смеются, знаете, это как говорят, что работа мужчины использует женщину и наоборот, да, но в данной ситуации просто как бы имея к ней уважение, я знаю, что она занятого человека, один плюс, она никогда в жизни не отказывает, и в дальнейшем мы будем все равно пользоваться ее добротой, ну, как минимум, я однозначно, она мне отказать не может, да, у нас отличные многолетние отношения, да, тебе большое спасибо, мы обязательно сделаем еще один эфир, может там в следующем месяце и вы сможете задать вопросы, один, одна просьба, не стесняйтесь задавать вопросы, потому что на бумажку прислали 10 вопросов, а будем говорить не на бумажку, 350 вопросов, давайте поблагодарим нашу умную и очаровательную гости, что бывает крайне редко, ум и красота обычно не идут вместе, кстати, сегодня были очень хорошие вопросы, очень хорошие вопросы, действительно, очень хорошие вопросы, вам всем огромное спасибо, что всегда остаетесь с нами, во-первых, ты замужем Наташи, нельзя сказать, она не Наташ, а Наташа, и не ты, а вы, поэтому, Наташ, ты замужем, ну, для меня, я имею в виду, ты замужем или нет? Пока не замужем, но после 25 декабря буду замужем. То есть мы тебя можем поздравить с этого, и кто же этот счастливчик или несчастный? Коллега, ну, у меня характер сложный, поэтому счастливчик и несчастный, да. Знаешь, я сколько лет тебя знаю, у тебя, я думаю, что в отношениях очень сложный характер, но в бизнес отношениях ты золотая. Это правда, вот именно так. У вас есть всегда будет о чем разговаривать и спорить, да? Это, я помню, коллега-пациентка. Да, мы же односфера, да. Спасибо тебе большое, Анатусечка, спасибо. На самом деле, было очень хорошо, очень энергично, как всегда с тобой. Надеюсь, что если все нормально будет в следующем году разрешат мероприятие, мы обязательно сделаем вот это мероприятие, которое было как в прошлом году. У тебя было действительно крутое, такое феерическое выступление, мне очень понравилось. Тебя народ очень любит, и тебя есть за что любить, я тебе говорю честно, как есть, я тебя уважаю как профессионала, и реально рад твоему счастью, и если я в декабре буду, то ты меня обязательно пригласишь, я хотя бы на вашу свадьбу вот так вот посмотрю. Хорошо. Все, тебе огромное спасибо, все тебе поставили плюсики, там сердечки, ну кто что мог. Спасибо. И до следующих встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.